Знай, что все дела находятся только лишь во власти Всевышнего Аллаха, а все люди являются только телами и образами, которыми он движет так, как захочет. Осознавший эту истину, не будет гневаться на человека за то, что тот нанес ему какой-то вред, ибо знает, что истинным Творцом Всего Сущего является Всевышний Аллах и никто более. Полюс праведников, Кудб, шейх Абдул-Вахаб Аш-Шаарани в книге Аль-Минан Аль-Кубра пишет «Всевышний Аллах наделил меня благом. Я спешу искать оправдание навредившему мне человеку, не обвиняя его и не отвечая подобным злом, потому как я знаю, что никто не смог бы навредить мне ни словом, ни делом, если бы на то не было воли Всевышнего Аллаха, и если бы я не впал в соответствующий этому вреду грех. То есть мое внимание концентрируется на божественной воле, предопределении Всевышнего, а не на желаниях людей. Имеющий такой взгляд на происходящее никогда не будет огорчаться и гневаться на того, кто нанес ему вред. Ибо предопределение Всевышнего Аллаха не может вызвать гнев. Что же касается отсутствия даже чувства досады по отношению к людям, совершившим зло, то это осознание того, что все, и движение, и покой, находятся под божественной волей. То есть люди, причиняющие зло, подобны кнуту, которым один бьет другого. Разумный же человек не отнесет это битье к кнуту, а осознает, что битье совершает тот, кто бьет им. А что касается отсутствия гнева на предопределение Всевышнего Аллаха, то это от убеждения в том, что происходящее является решением Аллаха Всезнающего и милостивого к своим рабам больше, чем родная мать к детям. Из этого становится ясно, что ненависть к человеку, совершившему какое-либо зло, может испытывать лишь тот, кто убежден, что все действия совершаются людьми. Вы только подумайте, как у раба, впавшего в грех и опороченного в глазах людей, будет разорваться сердце от печали и сожаления о содеянном грехе. А если же он будет уверен в том, что еще до его рождения Всевышним Аллахом было предрешено ему это дело, то облегчится для него боль в сердце. Так же преуспеет и осознавший, что в обоих мирах есть только один вершитель, превеликий Аллах. Такой человек будет наслаждаться всем, что происходит с ним. Это подобно положению ангелов ада, забания, в судный день. Ведь когда со всех грешников снимут покрывало и обнародуют их, то никто из них не будет относить какое-либо деяние к ангелам ада и не будет винить их в чем-либо. Так и в этой жизни не относит деяние к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, и увидит раб Аллаха ангелов, исполняющими то, что им велено. Праведник же видит всех, кто его притеснил в этой жизни, действующими по предопределению Всевышнего. То есть такой раб Аллаха никогда не припишет людям насилие за исключением таклифа и исполнения велений и запретов, предписанных Всевышним. Имама Шаарани также сказал, «Одним из благ, которым наделил меня Всевышний Аллах, является то, что я не утомляю свое сердце, измышляя хитрости против тех, кто причинил мне зло словом или делом, как поступают многие люди. Некоторые даже не спят по ночам, пытаясь придумать хоть какую-либо хитрость, чтобы отомстить своему врагу. О мусульмане! Для вас не будет секретом то, что самое плохое деяние, которое может совершить ученый или праведник, это ответное зло, а также разглашение чьих-либо недостатков, не говоря уже о ложном свидетельствовании или клевете. Воистину, Всевышний Аллах видит недостатки своих рабов, но скрывает их. Всемогущий любит своих рабов, которые поступают так же, то есть скрывают недостатки других. Наряду с сокрытием недостатков, этической нормой является и снисходительность по отношению к поступкам неприятеля, а также обращение с мольбой о прощении его к Всевышнему Аллаху. Али Аль-Хавас говорил, «Когда кто-либо тебе навредил или унизил перед людьми, считай, что это тебе напоминание от Всевышнего о том, чтобы ты подумал о своих грехах. Начни искренне каяться и сожалеть о своих упущениях, ослушаниях. Остерегайся думать о недостатках того, кто тебя унизил». «Знайте, о мусульмане, если бы вы не отдалились от всемогущего Господа, Он не направил бы на вас никого. Потому что тому, кто приближен к Всевышнему Аллаху и знает, что Он видит Его, никто из джинов и людей не сможет навредить». Имама Шаарани также пишет, «Из благ, которыми Всевышний Аллах наделил меня, является то, что если меня кто-нибудь притеснит, то я, не осуждая предопределение Всевышнего Аллаха, в этом веню только себя. Из этого ясно, что ни один тиран не притеснит нас, кроме как из-за наших грехов. И это, по сути, является воздаянием за наши поступки, а не притеснением. Если бы утончились завесы наших сердец, то мы увидели бы положение притеснителей в этом мире точно таким же, что и положение ангелов, которые мучают обитатели ада. Однако, не обойтись без упоминания факта насилия в отношении тех, кто притеснил нас на этом свете. Ибо, согласно Токлифу, притеснение недопустимо. А в вечной жизни, где не существует Токлифа, отнести деяния к ангелам ада невозможно. Кто не желает бед и не хочет быть притесненным, пусть закрывает врата, через которые поступает плохое воздаяние. Это достигается путем отказа от всех греховных поступков. Ученые-богословы сказали, когда разумный человек захочет очистить колодец от затхлой воды, вначале он должен закрыть желоб, по которому поступает вода. В противном случае из желоба будет течь то же самое количество грязной воды. Поэтому тому, кто жалуется, что его притесняет, нет лучшего лекарства, чем частая мольба о прощении. Тавба. И тому, кто вызвал гнев своего Господа, нет лучшего лекарства, чем мольба о прощении. Из указанного становится ясно, что слова грешника, я тут причем, это было предопределено для меня до моего рождения, проявление неучтивости по отношению к Всевышнему Аллаху. Ибо в этих словах есть нежелание признавать свою вину в выслушании, ища оправдания для своего нафса. Имам Аш-Шаарани сказал, «Благом Всевышнего Аллаха для меня является то, что я не противодействую тому, кто навредил мне, и не унижаю того, кто унизил меня. Попав в такую ситуацию, я начинаю отчитывать свой нафс и прошу прощения у Создателя. Я, занимая себя всемогущим Аллахом, осознаю, что нахожусь перед Всевышним, и Он видит все, что со мной творят его рабы. Кто смотрит на происходящее таким образом, тот сможет терпеливо перенести зло всех джинов и людей. Также я знаю, что Всевышний Аллах никогда не дает власти людям для нанесения вреда человеку, чье сердце сосредоточено на нем. Творец направляет на раба кого-то, кто причиняет ему вред лишь тогда, когда тот предает Всевышнего забвению. Поэтому ученые богословы отмечали, когда люди станут тебе вредить, обратись к их Господу, Аллаху. Поистине, в Его власти узды их дел. Не пытайся противостоять им, а то утомишься и вызовешь еще большее зло к себе. Уважаемые друзья, напишите в комментариях, насколько полезным оказалось для вас данное видео, а также на какие темы вы бы хотели увидеть ролики на нашем канале. Мы обязательно учтем ваши пожелания. Субтитры сделал DimaTorzok